В Ульяновске пересмотрят закон о возмещении части затрат на строительство домов. Ее, напомним, получают многодетные семьи, которые строят дома на выделенных им земельных участках. Закон действует с 2020 года. Но, как показала практика, документ не совсем рабочий. Семьи не могут получить компенсацию, так как оценивается кадастровая стоимость дома. Теперь размер выплаты будет определяться, исходя из квадратуры. Кроме этого, если семья берет ипотеку или берет кредит на строительство дома, то по сегодняшнему закону это 25% компенсации. Мы приняли решение, что будет компенсация 50% от не больше 300 тысяч рублей. Поэтому такие изменения, которые очень важны для наших многодетных, которые они очень ждут. И с 1 июля 2021 года закон будет работать по-новому. Ожидается, что при условии принятия изменений больше 200 многодетных семей смогут приступить к возведению жилья. Тем временем в кварталах многодетных продолжается работа по прокладке коммуникаций. Так, за Волжей квартал Г полностью обеспечен водой. В соседнем квартале Д вода проведена на две улицы. В апреле начнется разводка. В следующем году начнется строительство газопровода. У нас система электроснабжения обеспечена полностью. Из них 106 земельных участков уже подключились. 224 земельных участков подключили договорно-экономическое подключение. По обращениям освещали улицы Каштаново, Дементьево, Хабибулино, въезд детскую. Приведут в порядок и дороги. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт дороги, ведущей к селу Архангельское. Электроснабжение проведено и в район села Карлинское. Весной приступят к монтажу водопровода. Квартал в селе Луговое также подключен к электроснабжению. Дома подключают по заявлению самих граждан. Многодетные могут получить компенсацию затрат на подключение домов к электроснабжению и набурение скважин. По поводу дорог 3000 метров, дорог отсыпаны инертными материалами. В этом году также будем продолжать отсыпать 13 направлений. По 13 дорогам мы вынесли границы в натуре, чтобы определить, где у нас дороги, как по плану у нас происходят, чтобы в этом году также продолжить отсыпать эти дороги. Жители Лугового попросили главу региона организовать школьный маршрут. Массив большой, и школьникам приходится идти до образовательного учреждения по 3-4 километра. Автобус закупят в ближайшее время. Анна Тищенко, Уллправда ТВ.